МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика» в студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Новые проекты для развития. Михаил Игнатьев встретился с блогерами Чувашии. 30 лет на страже здоровья. Республиканская детская клиническая больница отмечает юбилей. Вклад в мировой чемпионат. 25 волонтеров из Чувашии работали в Казани на соревнованиях по водным видам спорта. Сегодня на очередном заседании правительство Чувашии одобрило изменение в закон о регулировании бюджетных правоотношений. Документ приводится в соответствии с федеральным законодательством. Кроме того, был рассмотрен и ряд других законов. Министр финансов Светлана Янилина отчиталась об исполнении республиканского бюджета. Доходы казны составили 17,5 миллиардов рублей. Расходы почти 18. За полгода снизилось поступление налогов на доходы физических лиц и на имущество. В то же время выше прошлогоднего уровня зафиксировано поступление налога на прибыль организаций и акцизов. Разрабатывали для себя несколько сценариев развития бюджета. На сегодняшний день, как вы видите на слайде, мы идем по варианту лучше, чем неблагоприятные. Соответственно, у нас есть основания откорректировать сценарий развития. Соответственно, мы уже готовим внесение изменений в бюджет. В последующем сентябре наши сценарии развития будут откорректированы. И мы прогнозируем поступление доходов в текущем году на уровне прошлого года. Правительство утвердило распределение субсидий местным бюджетом на софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат на приобретение или строительство жилья. 550 молодых семей республики уже в конце августа начнут получать средства на улучшение жилищных условий. На софинансированные мероприятия по обеспечению жилья молодых семей в 2015 году предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 158 млн 557 тыс. рублей. Объем софинансирования из республиканского бюджета Чувашской республики составляет 140 млн 469 тыс. рублей. И по данным органов местного управления и местных бюджетов на эти цели также предусмотрены средства в объеме 61 млн 330 тыс. рублей. Это тоже существенная сумма, да, раз 550 семей называете, 550 квартир на потребительском рынке будет продано. Там же они, недостающие средства будут оформлять по ипотечным, то есть тем самым мы принимаем это решение, стимулируем спрос на приобретение жилья и у строительных организаций появляется дополнительная возможность продавать через эти инструменты готовые, подготовленные жилья. Кабинет министров рассмотрел вопросы, касающиеся доступности учреждений культуры для инвалидов и слабовидящих. На эти цели в 2015 году предусмотрены почти 11 млн рублей. Кроме того, по программе «Доступная среда» школам республики будут выделены средства в дополнение к 200 млн рублей, поступившим ранее. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Эти люди сами создают свой интернет-журнал, сами пишут и публикуют, что хотят, сколько хотят и когда хотят. Все это я говорю о блогерах. Одни делятся впечатлениями о путешествиях, другие рассуждают о политике. А кто-то просто рассказывает о своей жизни. Блогеров относят к отдельной категории СМИ, которая реагирует на все происходящее быстрее остальных и в большинстве случаев выражает независимое мнение. Михаил Игнатьев встретился с самыми популярными обитателями интернета Чувашии. На территории базы отдыха возле села Абашево Чебоксарского района в неформальной обстановке блогеры и общественные деятели Чувашии презентовали и активно обсуждали новые проекты. Я решила представить такой проект, когда мы всем скопом, всеми молодежи будем выходить и вести научные лекции под открытым небом. То есть выходить и читать лекции по 5-7 минут, а потом смотреть документальное кино, которое позволит задуматься и какая-то будет проходить просветительская работа. Комнаты игры для детей, медиалаборатории на улицах города, Чувашские открыты лектории, центр урбанистики, виртуальные экскурсии и многое другое. Идей по территориальному развитию республики у блогеров оказалось немало. Во-первых, самое основное, что мы достигли, это создание некоторой проектной группы, а мы ее условно сейчас называем агентство территориального развития, которое будет собирать со всей республики проекты и анализировать, и готовить их для того, чтобы они успешно проходили. Михаил Игнатьев пожелал блогерам и впредь активно участвовать в жизни республики, а также обратить внимание на такие направления, как уборка мусора, ЖКХ, пропаганда здорового образа жизни и правильного питания. Я услышал всех вас, на самом деле идеи и мысли ваши, которые связаны с реальной жизнью, то есть они востребованы на сегодняшний день жителями и те, кто в возрасте, и те, кто является еще ребенком в детском саду, и те, которые учатся, или школьники, или студенты. Теперь такие встречи блогеры планируют проводить регулярно, как минимум раз в месяц. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. О том, что центр мира смещается на восток, а баланс мировой политики в сторону оси Россия-Китай, специалисты говорят давно. Подтверждают это все новые формы сотрудничества. В конце июля, начале августа, четвертый по численности населения город Китая Чэнду принял молодежный российско-китайский форум. Побывали в Поднебесной и 11 чувашских студентов и молодых преподавателей. Сегодня с ними встретился временно исполняющий обязанности главы Чувашия Михаил Игнатьев. Волга-Янзы. Этот формат российско-китайского сотрудничества создали в 2013 году при поддержке глав обоих государств. Он объединяет 14 субъектов ПФО и несколько провинций Китая. После форума Иволга, который проходил в России, китайская сторона решила пригласить российскую молодежь к себе. Нашу республику представляли студенты и преподаватели разных учебных заведений разных специальностей. Строительство, юриспруденция, языковедение, машиностроение. Очень понравилось высокотехническое оснащение лабораторий. Мы посетили институт информационных технологий, где используется очень передовое оборудование по наблюдениям метеорологическим. Дальнейшее развитие, я думаю, будет реализация каких-то общих совместных проектов. Конечно же, мы тоже познавали какие-то основы китайского языка. Не обошлось и без этого. Привет, например, на китайском. Ни хао. Так же, можно сказать, как меня зовут. Вот я Диана. Русский и китайский языки считаются одними из самых сложных в мире. И это, пожалуй, главный барьер при сотрудничестве. Впрочем, существуют другие языки, понятные всем. Профессор говорил на китайском. А я уже знаю, имея определенный уровень технических знаний в сфере автоматики и машиностроения, уже говорил, как работает на русском. Потом спросили, вы инженеры? Да, инженеры. Нам, получается, знания в области технологии позволили. Даже не обязательно было знать язык, языковой барьер полностью упал. Тем не менее, знать язык, конечно, нужно. Правда, для хороших результатов нужно будет изменить систему изучения языков и наладить обмен студентами. Эмблемой города Чинду является древний золотой диск птицы золотого солнца. Почитание светила отражается и в чувашской символике. Но не только это роднит два народа. Чувашская культура и китайская, она похожа. Когда они слышат хура, хевель, хурама, они хэ слушают или шухаш, шухамат. Они так и слушают и говорят, что ой, с какой вы провинции приехали, если не знаешь, что мы из Чувашии. В Рио главы Чувашии отметил, буквально пару дней назад обсуждал с представителями Китая создание агропарка в нашей республике и другие проекты. В будущем сотрудничество, без сомнений, будет набирать обороты. Надо, кто бы бывал, дальше свои идеи развивать. Идеи, проекты, проекты, конечно, реальные дела. И азиатские страны, и южноафриканские страны на сегодняшний день по-другому смотрят на Российскую Федерацию, на нас, на всех. И они хотят за месяц сотрудничать. В следующем году восточные соседи опять приедут на форум Иволга в Самарскую область. Ну а наши ребята совместно с руководством республики наверняка придумают, как показать им и Чувашию. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань становится все реальнее. Уже начались проектно-изыскательские работы. На это из федерального бюджета выделено порядка 6 миллиардов рублей. 14 запланировано в бюджете 2016 года. Недавно на территории Чувашии прошло выездное рабочее совещание по строительству ВСМ-2, которое провел вице-президент РЖД Александр Мишарин. На встрече определено, где в Чувашии будет проходить магистраль и когда начнется строительство. Подробности в нашем следующем репортаже. Сейчас в мире общая протяженность высокоскоростных магистралей составляет около 27 тысяч километров. Лидером является Китай. Там построено 10,5 тысяч. Россия, конечно, в этом плане отстает. Зато у нас есть возможность использовать опыт передовых стран. Стимулом к строительству стал чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в нескольких российских городах. Некоторые из них планируют сосоединить и высокоскоростной магистралью. Генеральный проектировщик – это китайская компания, которая имеет опыт строительства таких высокоскоростных магистралей как в Китайской Народной Республике, так и в других странах. Соответственно, есть заинтересованность в реализации своих наработок. Строительство ВСМ Москва-Казань и дальше в Екатеринбург прописано в транспортной стратегии страны. Высокоскоростная магистраль – не просто транспортный проект, который обеспечит перевозку пассажиров, грузов и почты. Это способ расширить границы и объединить города. Расстояния в тысячи километров будут преодолеваться за часы. Но главное, по словам Ивана Маторина, и это понимают все заинтересованные лица, за прибыльностью и доходностью проекта не нарушить интересы простых людей, которые сейчас живут вдоль будущей трассы. Со стороны РЖД был предложен северный обход ядренно, то есть не затрагивающий жилых строений. Соответственно, все предложения, которые были внесены в свое время по итогам общественных служений, слушаний, пожеланий жителей города Ядрина на сегодняшнем этапе со стороны РЖД учтены. Первый этап строительства высокоскоростной магистрали – прокладка трассы между Москвой и Нижним Новгородом. На территорию Чувашии работы начнутся не раньше 2017 года. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. 12 августа 2000 года, ровно 15 лет назад, в Баренцевом море произошла трагедия. Атомная подводная лодка «Курск» потерпела аварию. Все 118 членов экипажа погибли. Одним из них был Алексей Баланов, наш земляк. Молодой мичман, он проходил службу на лодке в должности старшины команды трюмных дивизионных движений. Спасательные работы длились 9 дней, но оказались безуспешными. Алексей и все его сослуживцы были награждены орденами мужества посмертно. Сегодня героев подводников вспоминали по всей России. В селе Анастасово, где жил Алексей, прошла поминальная церемония. Односельчане возложили цветы на его могилу. В газете «Советская Чувашия» на русском языке и в газете «Хыбар» на Чувашском опубликовано интервью Михаила Игнатьева. В публикации проанализирована ситуация в республике за последние 5 лет. Строительство детских садов, реконструкция школ и школьных стадионов, открытие новых производств, возведение физкультурно-спортивных комплексов и спортсооружений как в столице, так и в республике в целом. Статья вызвала широкий общественный резонанс. Я с удовольствием прочитал статью и в «Советской Чувашии», и в газете «Хыбар». Действительно, это очень серьезная статья. Михаил Васильевич здесь размышляет о прошлом, настоящем, и говорит о перспективах развития нашей республики, видения главы республики. Действительно, мы вспоминаем, я тоже 5 лет назад стал главой города, и действительно, это очень тяжелые времена были. Были заволжи пожары пылали, у нас десятки обанкроченных предприятий в городе Чебоксары, сотни обманутых дольщиков, а конкретнее более 600 человек. И тяжелой была обстановка наших предприятий, низкая заработная плата. И действительно, очень трудно было Михаилу Васильевичу и команде Михаила Васильевича с этой ситуации выходить. Но я хочу сказать, что с достоинством Михаила Васильевича и правительство нашей республики с этой ситуации вышло. Постепенно ситуация во всех отраслях и экономики, и социальная сфера начала улучшаться. Почитав статью, и в реалии мы можем подтвердить, что все больше федеральных средств начали поступать в республику. Мне, как полномочному представителю Чувашской республики, при президенте РФ, работающему в Москве, очень легко работать. Потому что у федерального центра, и у администрации президента РФ, и у аппарата правительства РФ, Белого дома, и у федеральных министерств самое позитивное отношение к Чувашской республике, к руководству Чувашской республики, и, в частности, к главе Чувашской республики, Михаилу Васильевичу Игнатьеву. С чем это связано? Во-первых, Чувашская республика считается надежным партнером по участию во многих федеральных программах, которые выполняют свои обязательства и перед федеральным центром, и перед населением Чувашской республики. Во-вторых, Чувашская республика отличается такой социальной стабильностью, где нет ни межнациональных конфликтов, где нет ни черного криминала, где остальная социально-экономическая обстановка стабильна. Ну и в-третьих, Чувашская республика рассматривается федеральным центром как индустриально-аграрного региона, где сбалансированно развита и промышленность, и сельское хозяйство. Ну и в-четвертых, социальный сектор Чувашской республики, образование, здравоохранение, культура, она признана уже и признается многими как в московском культурном пространстве, так и в федеральном культурном пространстве. Статья очень хорошая. В плане хорошая, как для руководителя, грубо говоря, настольная книга, как надо организовывать так называемый процесс управленческий. Про сути дела, все успехи социальной направленности, они наиболее сегодня сложные в России, да, то ли ветхое жилье, то ли строительство жилья, школы, здравоохранение и все такое, которые составляют очень комфортное проживание, в частности у нас в городе, в селе, составляют сегодня. Мне просто это гордость берет за Чувашию. Я еще раз говорю, что все то, что здесь сегодня в статье есть, они цифры впечатляют. На днях Республиканская детская клиническая больница отмечает юбилей. 30 лет со дня открытия. Каких результатов добились медики за это время? В нашем репортаже. Каждый из нас знает, что профессия врача очень ответственная, а детским докторам быть сложнее вдвойне. Ведь при любом настроении нужно уметь найти подход к маленькому человечку. Родители и дети Республиканской детской клинической больницы всегда довольны качественным обслуживанием. Здесь работают такие хорошие врачи. Точно, своевременно поставили диагноз, правильный диагноз и удачно провели операцию. Мы даже не знали, что наши чуваши могут проводить такие сложные операции. У меня сын перенес сейчас операцию на диафрагме. Поставили нам диафрагмальную грыжу справа. Довольно-таки серьезная операция. Операция прошла без разрезов. Торкоскопия. Ну вот уже третий день, и мы уже бегаем во всем. Уже готовы домой. За 30 лет специалисты больницы спасли и сохранили немало жизней. Ежегодно проходит лечение более 12 тысяч детей. А в кабинетах поликлиники получают консультации более 60 тысяч. Сохраняются традиции. Некоторые врачи работают здесь со дня открытия больницы в июне 1985 года. Клиника является одной из ведущих площадок по охране детства. Не только в нашем регионе, но и за ее пределами. За последние пять лет построили корпус Центра восстановительного лечения. Сделали ремонт многих отделений на сумму более 100 миллионов рублей. Мы практически не испытываем дефицита кадров. Более того, вот одной из характерных особенностей нашего учреждения является подготовка себе смены кадров. И уже сейчас мы планируем на ближайшие пятилетия, десятилетия подготовку кадров. Это путем привлечения абитуриентов, студентов, путем дальнейшего профессионального образования наших молодых докторов. Врачи детской больницы отмечают, что для них работа второй дом. Они всегда рады видеть счастливые лица здоровых детей и их родителей. Анастасия Алангина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. С юбилеем сотрудников Республиканской детской клинической больницы сегодня поздравила временно исполняющие обязанности главы Чувашия Михаил Игнатьев. Доктора детской больницы гордятся своей работой, заботятся о здоровье маленьких граждан страны, большая ответственность. Но нет ничего дороже искренней благодарности пациентов. Михаил Игнатьев отметил, что 30 лет – небольшой срок, но за эти десятилетия удалось добиться очень хороших результатов. Главное, что каждому маленькому пациенту медики отдают частичку своего сердца. Я хочу поблагодарить вас всех за вашу результативную и эффективную работу на благо этих детей, потому что дети – это будущее России, будущее Чувашии, низкий вам поклон. Добросовестный труд работников больницы был отмечен наградами не только республиканского, но и российского уровня. Татьяна Раевская, Екатерина Куприна, Расиль Мухаммедов, Республика. Работы по уборке зерновых и зернобобовых культур по республике подходят к завершениям. Ясная погода, новая уборочная техника и ударный труд сельчан значительно ускоряют ход работы. И в скором времени крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные предприятия приступят к посеву. Земли в Яльческом районе используют максимально эффективно. Более 20 тысяч гектаров засеяны зерном, кормовыми культурами и овощами. 50% уже убраны, вспаханы и готовы к последующим работам. В этом году, объединив усилия, сельчане смогли закупить пять комбайнов, тем самым повысив производительность. После уборки полученный урожай обрабатывается, обмолачивается зерно, заготавливаются корма, фасуется солома. Одновременно подготавливается почва для посева озимых культур. Идут работы по подъему зяби. Все земли в Яльческом районе сельскохозяйственного назначения введены все в оборот. Параллельно с уборкой зерновых культур проводится работа по заготовке кормов. В переходный период с сентября-октября животноводческие предприятия будут обеспечены зеленым кормом – рапсом. Эту культуру выращивают в районе уже не первый год. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. В Казани завершился чемпионат мира по водным видам спорта. В нем приняли участие около трех тысяч спортсменов из двухсот стран. С ними работали две с половиной тысячи волонтеров. Пловцов участников из Чувашии не было, зато приверженцев добровольческого движения оказалось немало. Сегодня руководитель спортивного ведомства Республики встретился с волонтерами и поблагодарил их за нелегкий труд. Прошедший чемпионат, безусловно, останется яркой страницей в истории международного спорта. И все это благодаря высокопрофессиональной организации. Заметили это зрители, участники, их тренеры, а президент Международной Федерации водных видов спорта и вовсе назвал 16-й чемпионат лучшим из всех, что были. Неоценимый вклад в проведение крупных стартов на воде внесли волонтеры, без которых невозможно представить ни одни масштабные соревнования. Ребята, я горжусь, что вы у нас есть, честно, без всяких непростых словах. Я вот когда такая мощная и профессиональная команда за спиной, я вот даже не заморачиваюсь, любое мероприятие уже можно смело какое сложное, несложное. Я знаю, что вот это направление у нас закрыто. Если надо, вы подкручитесь и на любой участок работы встанете и выполните это все достойно. Поэтому спасибо вам большое. Всего из Чувашии в Казань отправились 25 волонтеров, которых отобрали из более 700 желающих. Все они справились со своей задачей на отлично. Работали в две смены без выходных, каждый на своем объекте. А свободное время проводили в компании добровольцев из других городов и даже стран. Когда было свободное время, мы играли с иностранцами в футбол. То есть не со спортсменами, а с волонтерами, с международными. Очень тоже близко общались с иностранными волонтерами. Часто собирались вместе, рассказывали про свои города, откуда мы родом. Приглашали друг друга в гости и показывали фотографии. Я сама была волонтером штаба, то есть я каждый день работала по 8 часов в штабе, каждый день встречала ребят, провожала их на смены, делали мы им чек-ин, чек-аут, выдавали различную сувенированную продукцию, которая предполагалась для ребят. Самым, наверное, приятным оказалось то, что в последний день, в день расставания, все ребята, которые были у нас, вот, работали на объекте, говорили спасибо нам, вот, волонтерам штаба, за то, что мы им каждый день придавали эмоции на смену, всегда их провожали, всегда говорили им спасибо, до свидания, пока и так далее. Работу волонтеров отметила и исполнительная дирекция чемпионата. Каждому из добровольцев вручили благодарственное письмо. Отметили и работу Минспорта Чувашии в организации чемпионата и подготовке волонтерского движения. Теперь в Чебоксарах готовятся к командному чемпионату мира по спортивной ходьбе. Причем за работу волонтерского корпуса нисколько не переживают. Екатерина Абрамова, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова